В изнуряющем от жары Таджикистане прошли ливни, сошли сели, разрушены дома и дороги. Но предупреждения пугают еще больше. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Проливные дожди в некоторых районах Северного Таджикистана и районах республиканского подчинения вызвали сход селей, которые повредили домохозяйство, жилые объекты и дороги. В Сагдийской области 28 июля интенсивные осадки спровоцировали сход селей войны. В Пиджикенсе из Фаре сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Республики Таджикистан. Из-за проливных дождей на территории сельского Джумаата Урмитана и Нинского района Сагда с селевыми потоками были затоплены и частично повреждены дороги местного значения, вспомогательные объекты и жилые дома. В результате схода селей жертв нет, отмечается в сообщении. По предварительным данным по состоянию на утро 29 июля, сели нанесли урон 63 домохозяйствам района, в том числе 7 жилым домам, 56 вспомогательным сооружениям и приусадебным участкам. На место выехала рабочая группа КЧС, работают областные районные комиссии по ЧС для определения ущерба и оказания помощи. В Пиджикенсе дожди спровоцировали сход селевого потока на села Юри и Лоик, ширали сельского джамата Амундара, а также были повреждены проселочные дороги и сельскохозяйственные угодья на территории сел Рой и Равади. Тут также обошлось без человеческих жертв. Пострадала от непогоды и Исфара. Осадки стали причиной схода селей на территории Махали, Хушабот, села Варух, сельского джамата Варух, города Исфары. К счастью, сельвой поток не нанес урон жилым домам местного населения, подчеркивает КЧС. Также интенсивные дожди были зафиксированы на территории районов Диваштич и Истаровшан Саддийской области. Но тут не зафиксировано повреждений. А вот в Ляхшино, востоке Таджикистана, в районе Арчакапы, из-за поднявшегося уровня воды в реке Сугат возникла сель, перекрывшая русло реки Сурхоп на 30 минут. В настоящее время автотрасса в этом районе закрыта, движение транспортных средств запрещено, идут восстановительные работы, отмечает КЧС. По данным Агентства по гидрометеорологии, с 29 по 31 июля в ряде западных районов Горно-Бадахшонской автономной области, Саддийской области и районов республиканского подчинения сохраняются сход локальных селей, повышение уровня воды в реках, оползней и камнепадах. В связи со сложившимися погодными условиями, КЧС, повторно обращаясь к населению, просит не находиться у водоемов, не рыбачить и не выходить на охоту, а также отказаться в эти дни от выпаса скота на пастбищах. Также граждан призывают соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы, сбора сельхозкультур и дров. КЧС настоятельно просит население прочистить все арыки и канавы, селесбросы, находящиеся рядом с их домами. В целях предупреждения несчастных случаев на автодорогах, особенно при использовании горных дорог и перевалов, КЧС настоятельно просит водителей до своей поездки через горные перевалы собрать информацию о состоянии дорог, погодных условий, подготовить свои транспортные средства к поездке. А вы или ваши знакомые пострадали от селевых потоков или, возможно, стали их свидетелями, или других природных катаклизм, и как вы, в принципе, переживаете ту жару, которая сейчас происходит в Таджикистане? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!